В преддверии Нового года в Карелии открылась еще одна общественная приемная. На этот раз обращения и просьбы принимает Дед Мороз. На эту макулатуру, которая, кстати, очень дорого стоит, это не просто бумажка, это бумажка со скрепками. Первый международный фестиваль искусств стартовал в Петрозаводске. На сегодняшний музей в Комбике прошли мастер-классы по традиционным ремеслам вепсов. Они проводятся для того, чтобы люди могли ближе познакомиться с культурой этого народа. На первом таком мастер-классе его участникам предложили сделать своими руками традиционную вепскую куклу-оберег. Сплести пояс и научиться вязать иглой. И там будет, где написано, кандидат Иванов Иван Иванович. Значит, там его анкетные данные, ТРПР-8Д. Под этим снегом еще несколько захоронений градусников и люминесцентных ламп. Уже несколько лет ртуть источает вредные пары и попадает в водоемы. А местные жители рискуют получить хронические заболевания. Одним из признаков которых является тремор рук. Туриндустрия должна стать одной из самых приоритетных отраслей в республике. И в первую очередь для решения поставленной задачи необходимо развивать инфраструктуру региона. Строить новые курорты, базу отдыха. Тем более, что с кадровыми проблемами никаких не будет проблем. Можно ответить на этот вопрос? Так ты не ответишь на него. Отвечу я за тебя. Потому что уверен, две трети где-то в конвертах рассовываются всего этого. Вы знаете, что доход от туризма имеет мультипликативный эффект. Какой имеет? Мультипликативный эффект. А, ну-ну. Да. Ну, Павел Викторович, вот вы... А считаете ли вы Петрозаводск зеленым городом? Заходите на сайт сампо.тв и выбирайте вариант ответа. Подробности подведем. Подробности. Какие подробности? Можно дальше? Сразу, да? А раз в квартал будут организованы встречи главы Карелии и всего депутатского состава Петросовета. Сотрудничество Европейского Союза и... И как уверены руководители фабрики, их продукция будет популярна среди туристов и в этом году. Из Медвежегорска Дмитрий Медведев. Дмитрий Егоров. Считаю, что партии, получившие от 5 до 7 процентов голосов, могли бы гарантированно рассчитывать на 1-2 депутатских мандата. Это весь фрагмент. Я его взял только лишь для одного, чтобы вы видели, что первый хлопок-то был чей? Путина. То есть, вот насколько в данном случае в тандеме работает наше правительство. На этом наш выпуск завершен. Ну, далее наш эфир продолжат рубрика «Вопрос дня», «Прогноз погоды», а также программы «Вечерний кофе» и «Образ жизни». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и только хороших новостей!